Привет! В прошлом году я выкладывал ролик с краткой историей событий Destiny 2 за промежуток в год. То видео нашло довольно приятный отклик у вас, и я получил множество просьб сделать видео в подобном формате, но которое бы охватывало всю историю мира игры. Надо признать, задача не из простых, и на это ушло очень много времени, но я всё же смог. В этом видео я расскажу полную историю сюжета Destiny 1, всех её дополнений, потом перейду к событиям сиквела и его сезонам. Ролик точно будет мало интересен знатокам лора. При создании я ставил цель не уйти в дебри, опустил несколько любимых историй из мира игры, которые будет любопытно узнать, но которые не повлияли на опыт игрока напрямую. Так что не удивляйтесь, если я чему-то не уделил достаточно внимания. А вот для тех, кто играл в игру, но забросил, а теперь хочет узнать, что там и как в этой вашей Destiny, или для тех, кто играет, но ничего не понимает, и теперь перед очередным крупным дополнением хочет разобраться, вот для них эта огромная работа и была проделана. Я надеюсь, вам понравится, устраивайтесь поудобнее и знакомьтесь с этим захватывающим миром. Ролик большой и он без рекламы. Я буду очень благодарен, если вы поставите ему оценку, напишите комментарий и подпишитесь в качестве спонсора. Все ссылки вы найдёте в описании. История Destiny начинается на космодроме, территории, некогда принадлежавшей России. Здесь среди руин воскрешается неизвестный. Воскрешает его призрак, который отныне станет верным спутником стража. Он практически безо всякого объяснения происходящего призывает скорее сматываться. Прорываясь через защитную стену, возведённую много лет назад, молодой носитель света сражается с расой падших и находит брошенный кем-то корабль, на котором добирается до последнего города, единственного сохранившегося оплота человечества. По прибытии в город герой знакомится с системой управления и персонажами, в чьих руках находится судьба человечества. Глашатай, центральная фигура в иерархии правления, рассказывает новичку о том, что человечеству вновь угрожает тьма. И что он, как один из новых носителей света, таинственной силы, дарованной странником, должен встать на защиту остатков цивилизации. Такие, как он, называются стражами. В первых миссиях стража ему предстоит усовершенствовать свой корабль, чтобы иметь возможность передвигаться по всей системе, а также патрулировать космодром, на котором его нашёл призрак, чтобы изучить численность войск падших и их намерения. Однако, вскоре он натыкается на другую враждебную расу – улей, насекомоподобных гуманоидов. Отряд был небольшой, так что на тот момент на миссию это не повлияло. Выяснив цель падших – получить сокрытые на космодроме технологии, страж узнаёт об ещё одной тайне – могущественном И.И. Распутин, созданном человечеством, для защиты от внешних врагов. Именно он сдерживал атаки падших всё это время, не позволяя им проникнуть в некоторые комплексы и завладеть оружием и технологиями. Страж зачищает несколько комплексов от падших, убивая прислужника Сепикса в одном из ангаров космодрома. Это заметно ослабляет силы Дома Дьяволов. Однако, как вскоре выясняется, улей оказался на космодроме по той же причине, что и падшие. И на одной из миссий страж оказывается зажатым между двух враждующих сторон. В комплексе космодрома РФБА он застаёт битву улья и падших. Разобравшись и с теми, и с другими, Стражу удаётся активировать центральную антенну передач комплекса, через которую Распутин восстанавливает сеть из защитных систем на разных спутниках и планетах. После этого миссия на космодроме для Стража считается завершённой. Но у Авангарда, ещё одной структуры власти последнего города, есть новое задание. На этот раз на Луне. Следуя заданию, предстоит отыскать пропавшего Стража. Он не выходит на связь, так что Авангард заподозрил беду. К сожалению, не напрасно. Бездыханное тело Стража, лишённое сил света, было обнаружено у входа в храм Кроты. Призрака, который принадлежал мёртвому Стражу, находят внутри храма Кроты, на алтаре для таинственного тёмного ритуала. Он сохранил в себе часть данных, благодаря которым мы узнаём, что Улей готовится к наступлению на Землю. Всё это время за нашим Стражем с горы неподалёку наблюдает таинственная женская фигура. Установить с ней контакт в то время не удаётся. Чтобы ослабить Улей, Стражу поручают ряд миссий в недрах Луны. Он использует оружие Улья, меч против них же, уничтожая несколько рыцарей и принцев, важных для организации наступления. Среди поверженных есть и Сардак, глаз Орикса, один из приближённых короля Улья. Так что хоть и краткосрочная цель остановить Улей от нападения достигнута, самые могущественные силы этой чудовищной расы, которых они называют богами, теперь в курсе нашей активности на Луне. Во время финальной битвы с нами на связь выходит незнакомка, наблюдавшая за нами и предлагает встретиться. Страж отправляется на Венеру по координатам незнакомки. Но прежде чем они смогли встретиться, он натыкается на другую враждебную расу – вексов. Работоподобных тварей, которые появляются вокруг Стража из временных порталов. К счастью, ему удаётся отбиться, после чего, наконец, появляется незнакомка. Неплохой бой. Ты здесь. У нас мало времени. Кто ты? Зачем ты следила за нами? У меня даже нет времени вам объяснить, почему нет времени объяснять. Хорошо. Я сделаю. Я знаю. Сделаешь что? Я не с тобой говорила, светлячок. Я призрак, вообще-то. Многие Стражи пали. Среди них были и сильные. Но ты выжил здесь. Да, я слушаю. Они здесь. Со мной. С кем это она говорит? Поняла. Тебе нужна моя помощь, Страж. И поэтому ты привела нас сюда? Они привели нас сюда. Вексы. Зло столь тёмное, что презирает другое зло. Ты не Страж? Нет. Меня не породил свет. Но я считаю, где наши пути пересекаются, земля ломается. Ты слышал о Чёрном Саде? Слышали легенды. Великая угроза покоится там, где были созданы эти роботы. Найди Чёрный Сад. Вырви его сердце. Только тогда твой странник сможет восстановить силы. А ты поможешь нам найти его? Не могу. Ибо я хозяин своей судьбы. Если мы собираемся найти Чёрный Сад, нам нужно встретиться с пробудившимися? Ах, ну да. Пробудившиеся. Те, что мечутся между светом и тьмой. В сторону всегда можно выбрать светлячок. Даже если она и неправильна. Слишком поздно. Я сейчас буду. Сколько их? Оставаться на позициях. Вырубите двигатели и не дайте им найти вас. Итак, Стражу предстоит отыскать Чёрный Сад, чтобы остановить Вексов. Но найти вход туда не так просто. Путь к сердцу известен лишь другой расе, пробудившимся. Их сложно на тот момент назвать нашими союзниками, но они точно не враги нам. Поэтому Страж отправляется к их королеве, Марья Сов, за информацией. Озвучив просьбу перед престолом, Стражу сообщают, что вход в Сад хорошо охраняется Вексами и могущественным Минотавром, Владыкой Врат. Если Страж хочет попасть в Сад, ему нужно сразить Владыку и принести королеве и её брату его глаз. Королева с братом уверены, что отправляют Стража на верную гибель и потому приходят в изумление, когда тот возвращается целым и невредимым и приносит глаз. Они сообщают координаты входа в Чёрный Сад, но предупреждают, что Страж останется им обязан и он должен будет прийти по их первому требованию. Врата в Сад расположены на Марсе. Сражаясь с легионерами Кабал, довольно крупногабаритной расой гуманоидов, вооружённых до зубов, Страж проникает внутрь и обнаруживает, что это место расположено... нигде. Ему нет места в пространстве, а время в нём не имеет смысла. Обнаружив сердце, Страж в одиночку сражается с огромной армией Вексов и сражает трёх могучих хранителей сердца из разных линий времени. После чего сердце было уничтожено. Это значительно ослабляет силы Вексов и напротив усиливает Странника. Человечество празднует победу. В городе мы вновь встречаемся с незнакомкой, она говорит нам, что всё это лишь начало. Вот и день громких речей и медалей. Но мы все знаем, что настоящая битва разгорается не здесь. Возьми. Это больше, чем оружие, Страж. Я видела рождение ужасных вещей во тьме. И с каждым мигом они становятся всё ближе. Окончания лишь начинаются. Наши битвы далеки от завершения. Вот и день громких речей. Страж. Страж. Девушки отдыхают Эрис сообщает Авангарду и Стражу о том, что опасность повторного нападения Улья растет с каждым часом, а на Луне начинается ритуал призыва Кроты, принца Улья, который уже повинен в сотнях смертей Стражей, в том числе близких ее друзей. Чтобы остановить его, Стражу нужно работать сообща с Эрис. Первой целью операции стали командиры Кроты на космодроме – Сардан и Омнигул. Убив первого, Страж обнаруживает, что Омнигул сбежала, но установить ее местонахождение оказалось несложным. Под предводительством Омнигул Улей проникает в бункер Распутина на космодроме. Это ставит под угрозу не только человечество – допустить контроля Улья над военным ИИ никак нельзя. А потому Страж защищает бункер от Улья, Омнигул сбегает в очередной раз, но в скорой вылазке Страж и его напарники догоняют ведьму и убивают ее. После этого Страж вновь отправляется в злополучный храм Кроты на Луне и прерывает ритуал, о котором говорила Эрис. Крота больше не может попасть в наш мир, и он абсолютно точно стал бы искать новый способ сделать это. Поэтому, собрав боевую группу, Стражи действуют на опережение, отправляются в иное измерение под контрольное Улью, которое называется Тронный мир, и там убивают Кроту. Спустя несколько месяцев со Стражем связываются Пробудившиеся и припоминают ему, что у него должок перед королевой. Они призывают Стража на Венеру с заданием остановить Сколоса – беглого кела Дома Волков. Сколос – болезненный отголосок войны Зариф для королевы Мары. Во время этой войны была убита ее правая рука – ярость королевы Сьор Эйда. Тогда же раса Пробудившихся были вынуждены впервые столкнуться с внешним врагом, нарушив тем самым тайну своего существования. Победив в той войне, Мара стала править и одним из Домов Падших, а также схватила в плен одного из скелов – Сколоса. Королева отдала его под стражу в тюрьму Старейшин, однако позже была вынуждена отдать его в обмен на разведчиков своего брата Ульдрана. И после этого Сколос сбежал. Не без посторонней помощи, конечно, но об этом сейчас не будем. Страж прибывает на Венеру и знакомится с Петро Ивенш и Вариксом – дружественным вандалом Дома Справедливости. Последний перевел речи Сколоса и объяснил его намерения. Сколос хочет захватить контроль над всеми Домами и стать Келлом Келов. Подробно изучив перехваченные данные из переговоров Падших, Страж и Петро узнают, что Келл пытается использовать технологии Вексов для созыва Падших из разных временных линий. И если ему не помешать, он получит в свои руки самую могущественную армию в системе. Допустить этого нам нельзя. Чтобы помешать играм со временем, Страж отправляется в Цитадель Вексов на Венере, застав Келла врасплох. Он сражается с ним и раненого передает Марья Соф. Она вновь запирает его в тюрьме Старейшин, но позже боевая группа Стражей проникает в тюрьму и убивает Сколоса. Спустя полгода к Солнечной системе приближается флот короля Орикса. Король одержимых хочет отомстить Детям Света за гибель своего сына Кроты. Я спустя полгода, который находится в тюрьме и выпустит Детям Стражей. Орикс, Пота's father He smells the blood of his son On your hands Eris Morn and Osiris Просят помощи у королевы Мары, поскольку знали, что у нее есть в подчинении мощная армия корсаров Мара соглашается занять со своим флотом первую линию обороны и встречает флот Орикса на подлете к Сатурну Я знаю все о том дне, когда я родилась Шрамы дают о себе знать Теперь моя семья пробудившаяся И я их королева Субтитры создавал DimaTorzok Мы сражались за сохранение нашего прекрасного творения И вот явилась эта тварь, возомнившая себя королем Мара Сов не преклонится ни перед кем Субтитры создавал DimaTorzok Исход известен нам обоим Известен с тех пор, как ты бежал из этой ямы Субтитры создавал DimaTorzok Пробудившиеся сыграли свою роль Это все было частью плана Мара погибает во время битвы Ее армия разбита Ульдрен исчез с радаров и также числится погибшим Флот Орикса парализован и не может двинуться дальше Колец Сатурна Но его угроза все еще нависает над всеми обитателями Солнечной системы Техноведьмы, особые служители королевы Рифа Оказываются одержимыми силами Орикса И с их помощью ему удается проникнуть в таинственный город пробудившихся Город грез Там он находит Ахамкару Ривен Последнего дракона, исполняющего желание Орикс обращает ее, тем самым связывая свой разум с существом Авангард получает сигнал бедствия от Кабал с Фобоса, спутника Марса Страж отправляется туда для выяснения причин И сталкивается с одержимыми Тварями, полностью подконтрольными воле короля Орикса Все они некогда были Кабал, Ульем или Падшими Поскольку с этой угрозой Авангард прежде не сталкивался Страж сбегает со спутника И в Совете начинается разработка плана по противодействию С помощью стелс-технологий Страж в одиночку проникает на корабль короля Дредноут Устраивает внутри диверсию Отключает системы безопасности И тем самым открывает путь другим Стражам на корабль Орикса Там же Страж натыкается на многочисленные силы Кабал Которые выжили после лобового столкновения одного из кораблей с Дредноутом Застрявший в корпусе корабль передавал сигнал СОС через всю систему Эрис сообщает, что убить Орикса в нашем мире нельзя Его необходимо отыскать в ином измерении, созданном самим Ориксом Но чтобы проникнуть туда, нужно получить особые свойства Для этого Стражу вновь нужно вернуться на место гибели Кроты и поглотить его останки Пробравшись в самое сердце храма Кроты, кишащем воинами Улья Страж прерывает панихиду Кроты, исполняет задуманное Однако Улей тут же призывает войска И Стража еле успевает вытащить из смертельной ловушки Эрис Морн Проникнув в измерение Орикса, Страж сражает короля И тот сбегает в тронный мир, отставив после себя свой меч Эрис прибывает к месту схватки и забирает осколок из этого меча Спустя несколько дней Страж собирает боевую группу из шести человек Открывает портал на Дредноуте и проникнув в высшее измерение короля, убивает его Переоценить убийство столь могущественного врага невозможно Исследуя логике меча, особой религиозной модели развития Улья При которой убийца получает силы убитого Страж может получить в свое распоряжение силу создавать тронные миры Однако он отрекается от этой силы, чем сильно расстраивает Эрис и Толанда Одного из ее старых напарников, который общался с нами через нематериальную оболочку В течение последующего года силы Стражей и Авангарда Были направлены на очищение системы от остатков одержимых И тех, кто пытался завладеть силой обращения Через год, когда эхо войны с одержимыми стало утихать На связь со Стражем вышел Лорд Саладин Один из последних выживших Железных Лордов Особого собрания древних воинов Защищавших человеческие поселения до образования последнего города Страж прилетает на главный пост лордов Пикфел Винтера И обнаруживает его осажденным падшими из Дома Дьяволов Самым невероятным оказывается то, что среди войск нападавших Оказывается Сепикс Прайм Которого Страж собственноручно убивал на космодроме В первые недели своей новой жизни Саладин сообщает, что Сепикса нельзя отпускать Как и нельзя допустить в принципе распространения войск этого дома падших Он называет их сплайсерами И говорит об обладании их технологией Сива Однако ни Страж, ни Авангард не знают о существовании такой технологии Преследуя войска сплайсеров Страж прибывает на космодром и обнаруживает некие формы Напоминающие бионические образования Призрак находит сходство модификации на теле падших из Сепикса И этих нанотехнологичных образований Лорд Саладин рассказывает Стражу о том, что такое Сива Как Железные Лорды пытались завладеть ей И к чему это привело Субтитры создавал DimaTorzok Страж проникает в сердце технологии Сива в одном из комплексов бункера военного разума И взрывает его Сива пыталась защититься, воскресив изуродованных Железных Лордов Йолдер, Гелиона и Феллвинтера После этого подвига Страж становится молодым волком Это звание Железного Лорда дает ему Саладин И хоть угроза со стороны сплайсеров Сива падших была устранена Авангард принимает решение объявить космодром зоной на карантине Чтобы не допустить ее попадания в недобрые руки Какое-то время спустя Одна из фракций последнего города Культ грядущей войны Обращается к Авангарду с предостережением о том, что скоро На последний город будет совершено масштабное нападение Лакшми 2, представитель культа, узнала это с помощью внутренних технологий Позволяющих просматривать различные вероятности таймлайна событий В Авангарде не прислушались к Лакшми Самонадеянно посчитав, что город достаточно защищен от внешнего врага Как мы знаем, напрасно Нападавшими оказались Кабал А точнее Красный Легион Армия под предводительством Гоула Перед атакой они оборвали всякие средства связи города и стражей Поэтому персонаж игрока не знал о случившемся И лишь на подлете к городу ему открылась картина разрушенного дома Целью нападения Гоула было не просто разрушение города Он пришел за странником, его силой Он собирался завладеть светом, который наделял стражей сверхспособностями и давал вечную жизнь Для того, чтобы понять природу света и странника Гоул берет в плен глашатая и допрашивает его на своем корабле Глашатай не верит, что Гоул сможет завладеть светом Ведь для того, чтобы принять его, необходимы жертвенность, преданность и смерть Страж добирается до Гоула довольно быстро Однако как раз к этому моменту Лидер Кабал смог пленить странника с помощью специального устройства Тем самым подавив силы всех стражей во вселенной Не смей смотреть на меня, ничтожество Не смей смотреть на меня, ничтожество Он дрожит от страха за стенами Это не смелость Вы просто забыли о страхе смерти Позволь я тебе напомню Вы, стража, недостойны дарованной вам силы Я Гоул И теперь ваш свет Гоул голыми руками, а точнее ногами Обезоруживает стража и сбрасывает с корабля в руины города Спустя некоторое время Страж приходит в себя И выбирается из города Видя как на улицах Кабал легко расправляется с потерявшими свои способности стражами Призраки больше не в силах воскрешать стражей Выбравшись из города, страж натыкается на небольшое поселение на ферме Среди жителей города он встречает Сураю Хоторн Обычную женщину, которая поначалу с недоверием отнеслась к стражам Однако поделилась позже информацией, что недалеко от их места Был обнаружен крупный осколок странника Страж пробирается к осколку и возвращает себе свет и способности Местоположение членов Совета Авангарда и других важных персонажей на этот момент неизвестно Страж пытается найти сигнал хоть от кого-нибудь И первым обнаруживает завалу Авангарда Титанов Встретившись с завалой на спутнике Титан Страж помогает прорвать оборону захвативших спутник бойцов Улья И используя технику Золотого Века Перехватывает радиосообщение Красного Легиона Их план – взорвать Солнце Чтобы найти Авангарда Охотников Кейда-6 Страж отправляется на Несс Выручает его из плена и добывает телепорт Вексов Который пригодится на операции по проникновению в последний город Поиски Авангарда Варлоков и Коры приводят Стража на Ио Спутник Юпитера Оказалось, что Красный Легион добрался и сюда Но не он становится главной проблемой, а одержимой Сразиться с ними нас просит Ашер Мир Варлок, проводивший в этом месте свои научные исследования После того, как мы помогаем ему, он предоставляет нам полезные расчеты для успешной миссии Против корабля Кабал Всемогущий, который должен был уничтожить Солнце Воспользовавшись полученными данными, Страж проникает на Всемогущий И устраивает диверсию, сорвав планы Красного Легиона После этого начинается спасательная операция по освобождению последнего города В этот момент Консул без приказа Гоула убивает Глашатая На что Гоул в ярости убивает своего слугу Он так и не успел узнать от Глашатая необходимую ему информацию о природе света И теперь вынужден забрать его у странника силой Двигаясь на Абум в своем познании К этому моменту Страж уже проникает на флагман Гоула И находит предводителя Красного Легиона В схватке они оба используют силу света Но когда Страж, казалось, одерживает победу Гоул преобразуется в бестелесное гигантское существо Странник, освободившись от аков, высвобождает мощный всплеск энергии И уничтожает Гоула В этот момент Свет возвращается ко всем остальным Стражам У этого всплеска силы было еще два важных последствия Он привлек внимание флота пирамид Тьмы Они среагировали на сигнал и направились в нашу систему За странником А кроме флота Тьмы В систему прибыл гигантский корабль императора Кабал в изгнании Калуса Он приглашает Стража на свой корабль Благодарит за убийство Гоула Проводит испытания Стража и его команды во время рейда Левиафан И делится знаниями об иных силах Которые могут стать проблемой Весьма высокомерный Кабал становится в каком-то смысле нашим союзником Хоть и много не договаривает А во время этого Варлок Осирис изучает временные симуляции И натыкается на будущее В котором Вексы захватывают всю систему Те нападают на него И в последний момент Осирис выбрасывает своего призрака Сагиру в настоящее время Без меня ты не вернешься назад Если я не остановлю Вексов, возвращаться будет некуда Это ради нас обоих Даже нет! А сам оказывается взаперти в ловушке сетей Вексов Оболочку Сагиры на Меркурии находит брат Вентс Тот самый, который появлялся некогда на Рифе Он и его культ свято следуют учениям Осириса, как им кажется И связывается с Авангардом и передает находку Икоре Рэй Поскольку та была ученицей Осириса Культ надеется, что ей удастся выяснить, где Осирис И спасти его, если еще не поздно По просьбе Икоры, Страж прибывает на Меркурий И пытается войти в Бесконечный Лес Своего рода лабораторию для симуляции Осириса Однако, чтобы проникнуть в лес, нужно сначала восстановить призрака Осириса Сагиру В тайном убежище культа на ЕМЗ Страж оживляет Сагиру, но та вселяется в оболочку его собственного призрака Без злого умысла, конечно Она помогает Стражу войти в лес на Меркурии А проекции Осириса внутри рассказывают о том, как устроена симуляция Страж также видит симуляцию, на которую наткнулся Осирис В этой вселенной будущего нет ни света, ни тьмы Все подчинено Вексам Стража обнаруживает Паноптес, сверхразум Вексов Который как раз и ведет армию Вексов к увиденному нами в симуляции Страж вынужден сбегать от Паноптеса Но после долгой подготовки Страж и Кора Рэй находят способ добраться через симуляции к самому Паноптесу И там же Страж находит Осириса, вместе с которым они уничтожают разум Вексов и выбираются из бесконечного леса Осирис остается на Меркурии и продолжает свои эксперименты Скиталец помогает ему создать машину солнечной часы, открывающую двери в разные измерения Другой важный персонаж истории, охотница Анастасия Брей патрулирует Марс И неожиданно для себя и авангарда натыкается на полчища улья Чтобы помочь ей, на Марс отправляется и главный герой По прибытии, Ана рассказывает Стражу, что главный терминал, мозг военного разума Распутин Находится именно здесь, на Марсе И именно из-за этого Улей прилетел сюда и атаковал Ии Страж проникает в комплекс Распутина и уничтожает отряды улья На подходе к комнате управления его встречает командор Завала Он недоволен тем, что Страж, не уведомив авангард, присоединился к Ане Брей, поскольку считает любые эксперименты с военным разумом опасными Однако обычная армия улья не самая главная угроза Вскоре Стражи обнаруживают, что в недрах Красной планеты обитает гигантское существо червебог улья Зол Враг настолько могуществен, что для того, чтобы справиться с ним Стражу приходится привезти на Марс фрагмент Странника, который откололся от него во время Красной войны Этот фрагмент служит приманкой Кроме Червя, Стражи обнаруживают на Марсе Ноклиса, сына короля Орикса, от которого тот некогда отрекся за ересь и изгнал Страж находит и убивает изгнанника улья, совершающего ритуалы некромантии Для убийства же червебога Страж и Ана просят о помощи Распутина Тот снабжает их оружием, Валькирией, благодаря которой и удается уничтожить Великого Червя Вместе с тем, после сообщений о странной активности одержимых с Ио Страж выясняет, что Зол хоть и был уничтожен, но каким-то образом Смог сохранить свое сознание и поместил его в винтовке Шепот Червя Несколько лет назад Кейт-6 в составе своей команды совершал атаки на группу презренных баронов Часть из них он тогда же отловил и передал на Риф в тюрьму Старейшин Вспомнить об этих событиях Кейту пришлось после того, как Петра Венш позвала его помочь подавить вспыхнувший в тюрьме бунт Кейт откликается на призыв и зовет повеселиться вместе с собой и главного героя игры Следи за модуляциями и не отставай лады А теперь в тюрьму! На месте выясняется, что бунт спровоцировал Варикс, падший и служивший королеве Рифа Марисов Рассказ о его мотивах мог бы затянуться, так что скажем так Узнав, что в тюрьме, кроме прочего, среди заключенных оказался и сам принц Ульдран Он поддался влиянию и навел суету По прибытию на место, Страж, Кейт и Петра успешно подавили бунт Но после повторного обхода, Петра замечает, что камеры с особо опасными преступниками, теми самыми баронами, пусты Кейт-6 идет им на перехват в попытке захватить выход из тюрьмы, но в результате оказывается окружен презренными Продолжение следует... 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 Как-то неловко просить У тебя не найдется пушки Нет Но у меня есть пуля Специально для тебя А, сейчас ворвется мой напарник И перебьет Всех, всех вас Поедимого А тебя, приятнее Будет больно Очень Последние слова Как твоя сестрица На момент, когда Страж догоняет Кейда, тот уже смертельно ранен А в закрывающихся дверях тюрьмы Страж видит баронов и принца Ульдрана с револьвером Кейда Страж возвращается в последний город и доставляет тело Кейда Авангард не смог прийти к единому соглашению И Кора предлагала атаковать Риф, но завала был против Объясняя это тем, что Стражи защитники человечества, а не армия Все, что оставалось нашему Стражу, взять Вендетту за убийство Авангарда Охотников на себя Выйдя на след баронов, Страж оказывается на Рифе и в скором времени получает сигнал от Петры, которая знакомит его с Бароном Пауком, самопровозглашенным хозяином этих земель У Паука есть несколько заданий, выполнить которые он и предлагает Стражу Взамен обещая выдавать координаты беглых баронов, причастных к смерти Кейда Следуя наводкам Паука, Страж убивает баронов по одному, но последнего, все того же Фикрула, найти самостоятельно не может В итоге ему помогает Петра, которая рассказывает о тайном месте, городе грез Средоточие силы, которую хранили пробудившиеся, по ее информации, Фикрул вместе с Ульдраном отправились туда Долетев на место, Страж находит Фикрула, который охранял проход в башню Убив его и пройдя дальше, Страж находит и Ульдрана, который с помощью осколка странника, что он добыл ранее на Емзе, открывает тайные врата в надежде освободить свою сестру Мару Но в последний момент, проклятие спадает с принца, и он видит, что его на самом деле атакует Химера Ривен Страж как раз появляется в зале в этот момент и убивает Химеру Затем, застав обессиленного Ульдрана врасплох, они с Петрой дают ему право последнего слова Все, что я делал, я делал только ради нее Забавно, что свет и тьму отделяет такая тонкая грань Ты хоть знаешь, на чьей-то стороне? Вернувшись в город грез, Петра и Страж узнают, что Мара и правда пережила битву с Ориксом у Сатурна Но не объяснив происходящее, Стража просят собрать боевую группу и проникнув в сердце города, уничтожить его главный секрет Последнюю Ахамкару по имени Ривен, древнего дракона, исполняющего желание Этим заданием стал рейд последнее желание В финале рейда оказывается, что вся череда событий была заранее подстроена самой Ахамкарой А ее смерть – лишь финальный шаг в исполнении ее последнего желания Свершив который, активируется проклятие города грез Как помните, после прибытия в нашу систему, Орикс навещал Ривен Источником проклятия Стражи считают Дул-Инкару, ведьму, дочь Саватун Они проникают в тронный мир и убивают ее После чего впервые за долгое время встречаются с королевой Марой Явно знающей больше Стражей Она предупреждает нас о том, что настоящая угроза еще только подбирается к нашей системе По прошествии нескольких недель Дул-Инкару вновь жива А город грез снова оказывается во власти одержимых Так становится понятно, что город грез стал заложником какой-то временной петли Спустя несколько месяцев Страж, работая с пауком Выясняет от него о существовании некого черного арсенала Тайного хранилища и производства сильнейшего оружия Прямо в башне последнего города Чтобы проверить информацию, Страж отправляется на место и встречает Экзо Аду-1 Единственную хранительницу арсенала Та с большим недоверием относится к носителю света Но из-за того, что ее кузницы находятся в опасности Дает Стражу шанс и начинает сотрудничество В течение нескольких недель Страж находит древние кузницы черного арсенала на Нессе и ЕМЗ А в конце концов, разыскивает хранилище, принадлежащее арсеналу на окраинах последнего города Во время событий рейда Истребителей прошлого И отбивает его от армии падших Собрав необходимые данные, Страж помогает Аде-1 восстановить оставшиеся кузницы И получает право работать в них, создавая новое оружие для себя и других Стражей Примерно в это же время, в городе грез, некий призрак натыкается на бездыханное тело Ульдрана И воскрешает его Теперь он носитель света Вся память о его прошлом стерта Через некоторое время в башне появляется Скиталец Непокорный носитель света, как сказано в игре Его прошлое таит в себе множество загадок Он успел побывать в самых потаенных уголках вселенной И видел то, чего не видели другие Стражи Если вы хотите узнать о его Ориджине подробнее Советую посмотреть отдельный ролик на канале Который мы делали с командой И который до сих пор остается моим любимым из цикла истории Нашему Стражу Скиталец рассказывает о Гамбите Устроенными им играми В которых принимают участие множество других Стражей По мере знакомства с прошлым Скитальца Страж натыкается на одну из копий револьвера Шип Которым когда-то владел печально известный Дрэджин Йор По слухам, револьвер стрелял особыми пулями Способными убить любого носителя света Поражая его призрака, а затем и Стража Когда-то подобным оружием, а точнее пулей И был убит призрак Кейда 6 У Дрэджина Йора были свои последователи Тень Йора По ходу выполнения квеста Игрок выясняет, что другой легендарный Страж Шин Малфур, который охотился на Тене Йора Сам был Тенью и носил имя Дрэджин Вейл Он использовал Тени Йора в качестве прикрытия и приманки А затем убивал их, считая отступниками Примерно в этом моменте игроку предлагается выбор Либо помочь Авангарду проследить за скитальцем И проверить его причастность к Теням Йора, оружию скорби И как следствие к смерти Кейда 6 Или наоборот, обратиться к скитальцу и сообщить ему о слежке В случае выбора стороны Авангарда Игрок выясняет, что скиталец не имеет отношения к убийству Кейда 6 Однако сам скиталец находит жучок и припоминает Стражу его недоверие Сообщив, что теперь у них не может быть доверительного партнерства И он всегда будет смотреть на него с подозрением Если же игрок помогал скитальцу и раскрывал слежку То тот сам рассказывает всю правду Сообщает о своем прошлом Предупреждает о грядущем коллапсе И предлагает знакомство с таинственными сущностями Девятью в их измерении На этих встречах Страж узнает больше о прошлом скитальца И его подруге Орин Которая теперь служит посланницей Девяти А в итоге видит, как скиталец получает знамения о пирамидах В это же время с нами связывается капитан падших по имени Митракс Он предупреждает, что отряды падших из Дома Дьяволов Пробрались в город в поисках некого оружия Сорвав их планы, мы узнаем, что этим оружием Оказалась идеальная эпидемия Использующая технологии наночастиц Сива Спустя еще несколько месяцев С нами на связь вновь выходит император Калус Он приглашает нас на Левиафан И пропускает свой зверинец Паноптикум Где кроме разных тварей сокрыты и различные богатства Проблемой становится Галран Один из служителей Калуса Который обнаружил артефакт Улья, корону скорби Артефакт был проклят Саватун И позволял ей контролировать разум носителя Создавая его, королева рассчитывала, что корону Примерит сам император Калус Которого бы она могла использовать в своих планах Но надел ее в итоге Галран К счастью императора Страж с боевой группой убивает Галрана И оставляет корону скорби на Левиафане После того, как этот план Саватун сорван Она связывается с Ульем на Луне И приказывает им построить Алую Крепость Которая должна привлечь внимание Авангарда Авангард и правда замечает возросшую активность на Луне С ними связывается Эрис Морн и сообщает, что на Луне их ждет куда большая опасность, чем они могли подозревать Завала собирает большое войско с использованием техники и начинает наступление на башню на Луне В ходе штурма Страж обнаруживает захоронение Пирамиду, которая создает кошмары Призраки прошлого для Стражей Мы вынуждены вновь сразиться с Гоулом, Кротой и Фанатиком Эрис говорит Стражу, что нужно найти способ пробраться внутрь пирамиды Хотя ее саму мучают кошмары, созданные пирамидой Они предстают перед ней в виде погибших членов ее боевой группы После сбора необходимого снаряжения Страж попадает внутрь корабля пирамиды И вновь сражается там с кошмарами Обнаружив в одной из комнат некую женскую статую Игрок находит странный артефакт При приближении к которому его окутывает видение Вот и ты! Мы услышали твои мольбы о помощи И мы ответим тебе Кто же ты? Ты не узнаешь нас? Мы не друзья тебе И не враги Мы твое спасение После этого артефакт изучает сама Эрис Она сообщает, что он связан с сигналом с Черным Садом Во время событий рейда Сад Спасения Мы проникаем в Сад И сразившись с Вексами Находим еще одну пирамиду Внутри вновь такая же женская статуя Эрис Морн в это время проникает в первую пирамиду на Луне И взаимодействует со статуей Получив после этого некую силу Уничтожение нашей командой Вексов в рейде Сад Спасения Спровоцировало нападение армии Вексов из Сада на Луну Руководит атаками Вернувшийся в Вечный Разум Икора прямо в городе возводит портал Который позволяет сотням стражей сражаться против Вечного Разума во всех временных линиях Таким образом нам удается остановить атаку Вексов Другой могущественный варлок Осирис находит будущее В котором видит пирамиду Разрушившую последний город По его расчетам Это должно было случиться через 20-30 лет Но определенные события Внезапно Значительно ускоряют процесс Осирис Отправляется в последний город Чтобы связаться с Авангардом В отсутствие Осириса На Меркурий проникают Три псиона сестры Красного Легиона И захватывают устройство Солнечные Часы Они раскалывают время в попытке Возвратить Красный Легион для новой атаки Авангард отправляет стражей для того Чтобы помешать этим планам Осирис признается Что сам создавал Солнечные Часы Для того чтобы вернуть к жизни Павшего товарища Титана Сейнта-14 Но у него так ничего и не вышло После чего мы решаемся Помочь ему И находим Сейнта В одной из проекций прошлого После того как мы спасаем его Он отправляется в город Возвращение Сейнта-14 Взбудоражило жителей города Он жадно просит рассказать нас Все что случилось за последнее время Сам делится с нами воспоминаниями И общается с Шаксом и Осирисом Шакс Какая встреча Сейнт-14? Я думал ты погиб Брат Я всегда тебя терпеть не мог Но это у них надолго Страж Успеешь прокатиться туда-сюда По вселенной Шакс Горнила Что ты с ним сделал? Уверен у тебя есть дела поважнее Чем слушать их разборки Это не то горнила Из которого вышли мы с тобой На это ушли многие годы Но после сумеречной бреши Все переменилось После этого мы вновь оказываемся В коридорах солнечных часов Где находим свою могилу И фрагмент древнего оружия Винтовки Бастион Уничтожив всех сестер Псионов Мы получаем доступ к ядру солнечных часов Начав тем самым процесс Небесного восстановления Накопление ядром некой энергии После того как процесс завершен Мы зажигаем маяк на Меркурии В игре это открывает ивент Испытания Осириса Сам же Осирис тем временем Отправляется на Марс К Распутину Чтобы выяснить На чьей тот стороне В битве с тьмой Давно не виделись, старик Башня смотрит на тебя И видит бога Но я вижу зверя Убийцу Предателя Ты знаешь, почему я покинул Бесконечный лес? Что видел? Эта система раскололась На одной стороне свет На другой тьма За кого ты? Завала и Анна Брей Засекают небольшую диверсионную группу Кабал Проникшую на зависший со времен событий Оригинальной сюжетной кампании Корабль Всемогущий В попытках выяснить их намерения Они узнают, что Кабал Активировали протокол Самоуничтожения Всемогущего И задали кораблю координаты На планету Земля Прямо на последний город Анна Брей Сообщает нам, что у Авангарда Есть лишь один шанс Остановить надвигающийся корабль Вмешательство военного разума Распутин Но его орудия Разбросаны по разным уголкам системы Поэтому Мы должны проникнуть В несколько засекреченных бункеров И вернуть Распутину управление Над установками Завала С недоверием Относится к тому Чтобы вновь вооружить Распутина Однако Никакой иного выбора на спасение у города Нет В одном из старых бункеров Распутина Мы натыкаемся на данные О железном лорде Фелвинтере Получаем его дробовик И выясняем, что Фелвинтер был создан Самим Распутиным Для изучения людей Чтобы тот был его глазами в городе Однако после смерти Фелвинтер был воскрешен призраком И стал стражем, потеряв память Распутин утратил контроль над ним А потому пытался уничтожить Что в конечном итоге Ему все же удалось С помощью приманки технологии Сива В ходе квеста на дробовик Ложь Фелвинтера Распутин признается нам Что он сожалел о том Что он сделал с Фелвинтером Это открывает ИИ с новой стороны Показывая, что он способен на нечто большее Чем просто холодный военный расчет После такого откровения Авангард стал легче доверять Распутину Завершив подготовку орудий военного разума Город с замиранием сердца Наблюдал за тем, как корабль всемогущий Был уничтожен на подлете к земле Угроза миновала А в бункере Распутина Загорается дисплей С отслеживанием кораблей флота Тьмы Завало приходит к Распутину И обращается за помощью В подготовке к приходу флота Тьмы Они заключают союз Вскоре в нашей системе появляется флот пирамид И Распутин пытается остановить их С отслеживанием кораблей флота Тьмы С отслеживанием кораблей флота Тьмы 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 Распутин Тьмы Тьмы Распутин Артем Распутин Атем Распутин Распутин С Девушки отдыхают. По прибытии на Ио, Стража пытается взять к себе на борт одна из пирамид, но этому препятствует Саватун, которая забирает Стража в Тронный мир. Выбравшись из него, игрок находит раненую Эрис неподалеку от Древа Серебряных Крыльев. Эрис сообщает Завале, что при попытке контакта с Тьмой в дело вмешивается Саватун и нам нужно быть предельно осторожными. Полученное нами на Ио-7 от Древа Серебряных Крыльев становится сезонным артефактом. И лишь с его помощью герою удается вырваться из путешествий по тронному миру Саватун. Пытаясь узнать больше об истинной природе Тьмы, Скиталец предлагает Стражу возможность посетить Девять в их собственном мире с помощью портала на его корабле и задать им вопрос, что такое Тьма? Эти события происходят за время прохождения подземелья Откровения. В Откровении Девять указывают на несколько точек, которых в скором времени коснется Тьма. Ио, Титан, Меркурий, Марс. А также намекают на влияние в городе грез, показав трон королевы Марысов. После этого на протяжении сезона Страж работает вместе с Эрис в Колыбели у Древа Стальных Крыльев, помогая ей расшифровывать послание Тьмы, которое так тщательно скрывает Саватун. Флот Тьмы вторгается в Солнечную систему и пирамиды появляются над Титаном, Меркурием и Марсом. Мы отправляемся в эти точки, чтобы помочь эвакуироваться Ашеру, брату Венцу, а не Брей и Слоун. Мы помогаем им собрать данные, однако в конце концов лишь Анна Брей соглашается покинуть планету. Остальные персонажи отказались эвакуироваться. После этих событий Страж возвращается к Эрис, чтобы завершить работу над расшифровкой сообщений Тьмы. Но в очередной раз посетив тронный мир Саватун, сталкивается с Нокрисом, отвергнутым сыном короля Орикса. Сразив столь мощного союзника Саватун, Страж не может сразу выбраться из странного мира назад к Эрис и оказывается в новом видении, подаренном ему тьмой. Через призрака она говорит со Стражем. Видишь, как мы и говорили, свет — это слабость, это поражение, это смерть. Но что забирает свет, то дает тьма. Ты больше не будешь пешкой. Тебе больше не придется смотреть, как погибают те, кто тебе дорог. Помни, тьма — это сила. Это победа. Это жизнь. Древняя сила ждет тебя на Европе. Вскоре странник начинает восстанавливаться, чем привлекает внимание всех жителей города и Стражей. Когда пирамиды оказываются совсем близко к городу, странник испускает волну света и тем самым полностью восстанавливается. Однако несколько планет и спутников — Ио, Титан, Меркурий и Марс — исчезают вместе со всеми обитателями. Этот момент дает начало череде событий, которые принято считать вторым коллапсом. На Европу Страж прибывает в первую очередь в поисках еще одной пирамиды, как ему и было сказано в видении. Однако по пути призрак перехватывает сигнал о помощи от старого приятеля — Варикса. От бифа бездвиженного Варикса у врагов, Страж узнает от падшего, что Кел Эрамис собирается собрать все дома падших под своим знаменем. Сначала она обещала дать им на Европе новый дом в городе Риис. Но затем ее разум стал помутнен от присутствия тьмы. Овладев энергией Стазиса, она планировала научить пользоваться этой силой и остальных падших. Но далеко не всем это понравилось, и они начали попытки побега с Европы. В ходе выполнения миссии по поручению Варикса по вызволению падших, отказывавшихся принимать тьму, со Стражем вновь связывается таинственный голос и на этот раз обещает ему дар. В этот же момент на Европу прибывают Скиталец и Эрис Морн. Они встречаются с Элси Брей, больше известной как Экзонезнакомка. Она же — сестра Анны Брей. Вместе они сражаются против подчиненных Эрамис и, как мы видим, так же, как и они, используют силу Стазиса против врагов. Наткнувшись на них, Страж задает вопросы, насколько правильно использовать Стазис. Элси объясняет ему, что энергию тьмы можно использовать и во благо. Свет не всегда добро, а тьма не всегда зло. Все это лишь инструмент. После этого Страж и сам получает Осколок Тьмы и учится управлять Стазисом. Узнав об этом, Варикс, мягко говоря, разочарован в Страже. Он надеялся на Носителя Света, что тот остановится, шедший из пути Дом Падших во главе с Эрамис, а не станет пользоваться теми же методами в своих интересах. Чтобы доказать Вариксу, что Страж управляет Стазисом, а не Стазис управляет им, он начинает выслеживать генералов Эрамис и ослабляет ее армию. Когда Эрамис поняла, что ее планы рушатся, она вынуждена была активировать старый портал, который запускает на Европу вексов. Вскоре весь город охвачен вексами, и именно тогда Страж и настигает Эрамис, и побеждает ее. Экзо-незнакомка рассказывает Стражу о том, что она прибыла из другого времени. В том таймлайне Тьма взяла верх, все Стражи там отказались от Света и стали темными. Далее следует переломный момент. Страж отправляется внутрь пирамиды, принимает Стазис именно как часть своей силы, а не просто оружия, но при том не отказывается от Света. Теперь Стражи владеют не одной стороной Силы, а значит, баланс во Вселенной уже не сместится в сторону лишь Света или только Тьмы. По наводке Экзо-незнакомки, Стражи проникают в корпус Склеп Глубокого Камня и находят внутри женскую статую, такую же, как мы видели в Саду Спасения, и внутри пирамид на Европе и Луне. Там же Стражи сталкиваются с Атракс-1, первым падшим Экзо, и воскрешенным Таниксом, которого мы убивали в первой части. Во время схватки наш отряд оказывается на космической орбитальной станции «Утренняя звезда». Обслуживающий станцию ИИ Кловиса Брея недоволен вторжением и пытается погубить нас и всю Европу, обрушив станцию на спутник с активированными ядерными зарядами. Нашему отряду удается помешать катастрофе, и станция просто разбивается, а заряды нейтрализованы. Вскоре после этого на Европе пробуждается разум Кловиса Брея, великого изобретателя времен Золотого Века, который и создал понятие Экзонауки. О его методах велось множество споров, далеко не все Экзо были превращены по доброй воле. Но Кловис говорит, что делал это во имя науки и во благо человеческой расы. Одной из жертв стала его внучка Элси, Экзо-незнакомка. Однако сейчас, после долгой изоляции, Кловис не знает ничего из произошедших событий, не слышал о других расах и вторжениях. Чтобы наверстать упущенное, он соглашается работать со Стражем, и в ходе миссии мы выясняем, что он также переместил свое сознание в Экзо. Этим Экзо был Банши-44, оружейник из последнего города. Одновременно с этими событиями, Варлок Осирис изучает последствия второго коллапса. О своих наблюдениях он докладывает авангарду. В конце концов, его внимание привлекает странная структура на Луне, криптолит Улья, которая подчиняет себе других существ. Такие же структуры есть и на Спутанных Берегах, и в Городе Грёз. В ходе изучения, Варлок выясняет, что эти структуры делала рук сестры Саватун Зиву Арат. Она ведет охоту на сестру с тех пор, как Саватун изъявила желание избавиться от своего червя, что является ересью для Улья. Узнать побольше об Иерархии Улья и о Червях вы можете из другого ролика цикла историй, ссылка тоже в описании. Осирис в одиночку отправляется на Луну, но становится жертвой нападения Церемонимейстера, служителя Зиву Арат, который лишает Варлока света. Чтобы попытаться спасти Осириса, его призрак Сагира жертвует собой и прогоняет Церемонимейстера. Осирис же в порыве мести догоняет его и отправляет сигнал Авангарду с просьбой помочь. Страж находит Осириса по полученным координатам в момент, когда тот уже бессил и был на волоске от смерти. Однако спасает его не главный герой, а Ульдрен Соф, у которого теперь есть свет и призрак. Имя его уже не Ульдрен, а Борон. Он не помнит, кем был, не помнит, что сделал, по сути, лишь внешне это принц Соф. Мы выясняем, что Ворон служит Барону Спутанных Берегов, Пауку. Однако не совсем по своей воле. По факту он заложник, потому что Барон установил бомбу в призрака Ворона, которая убьет его и вновь сделает Ворона смертным, если тот нарушит границы. Паук и Страж заключают сделку. Барон просит избавить его земли от криптолитов Зиву Арат, а в качестве оплаты обещает любую вещь, которая есть в логове Барона. Ворон присоединяется к нам на этой миссии и помогает очистить земли от криптолитов и найти Церемоний Мейстера, покушавшегося на жизнь Осириса. После нескольких успешных операций мы находим Верховного Церемоний Мейстера в городе Грёз, убиваем его и возвращаемся к Пауку, чтобы доложить о том, что миссия выполнена. В награду Страж просит освободить Ворона. Паук ворчит, но все же освобождает молодого Стража. Мы улетаем со спутанных берегов, а Ворон пока не спешит в город. Он уже сталкивался с тем, что Стражи не были слишком любезны, когда видели его, но не понимал почему, так что решил закончить оставшиеся дела на берегах. Вскоре в Солнечную Систему прибывает другой флот Кабал. На этот раз под предводительством дочери Императора Калуса, Каятль. Она приглашает Авангард на переговоры. Навстречу приходит Завала и Осирис. Каятль сообщает, что родной мир Кабал, Тарабатл, сильно пострадал от нападения Зивуарад. К Авангарду Каятль обращается с предложением заключить союз против Улья и Тьмы. И даже если бы мы были не против, заключению сделки помешало то, что Императрица попросила преклонить колено Завалу. Чего лидер Авангарда, конечно, не мог себе позволить. После отказа Завалы, Каятль решает укрепить свою армию и призывает всех Кабал сражаться на аренах, как того требовали древние обычаи. Авангард воспринимает это как угрозу и реагирует. Формирует группу, которая призвана изучать планы Императрицы и помешать укреплению ее армии. В группу входит Лорд Саладин, Аманда Холидей, Завала, Безымянный Страж и Ворон, которого в город приводит Осирис, попутно наставляя молодого Стража и подсказывая ему носить маску на лице, чтобы не провоцировать конфликт со стороны тех, кто примет его за Ульдрана. В течение нескольких недель Страж с боевой группой сокрушает командиров Кабал в разных уголках системы, на Европе и Земле. После этого Каятель еще раз предлагает Авангарду вступить в ее империю, но вновь встречает отказ. Авангард не считает, что дочь Каоса может полноправно считаться Императрицей после уничтожения Тарабатла. В этот момент Авангард перехватывает сигнал бедствия неподалеку от Рифа. Прибыв по координатам, Страж обнаруживает корабль Гликон, который дрейфует в космосе, без экипажа. Внутри корабля произошло что-то страшное, и Страж расследует события вместе со Сирисом и Каятель. Все коридоры корабля заросли странными растениями, которые ранее мы видели только на корабле Скитальца, а вместо экипажа Стража встречает армия презренных. В финале миссии Страж обнаруживает истерзанное тело Стража, отправившего сигнала помощи, а также натыкается на корону скорби, которая некогда свела с ума Галрана на Левиафане. Асирис предлагал забрать опасный артефакт в город. В это время в ходе сражений с Кабал на Нессе, которые частично проходили на территории Вексов, Асирис и Ворон обнаруживают и изучают секретные данные, которые были собраны с помощью технологий Вексов, основанных на вмешательстве во временные линии. Ворон и Асирис узнают, что командора завалу ждет последняя смерть. Ворон идет предупредить завалу, но Асирис перехватывает его и говорит не беспокоить пока командора. Вскоре на завалу и правда происходит покушение, при том прямо в стенах последнего города. Псион Кабал подобрался к командору уже совсем близко, когда Ворон вмешался и спас завалу. Асирис не был доволен, что Ворон ослушался его и полез в одиночку спасать Титана. Авангард принимает решение выступить против Каятель по ее правилам. На арене. В качестве представителя города выбран безымянный страж. После того, как он одерживает победу над избранным чемпионом Каятель, императрица вынуждена идти на соглашение с Авангардом, но уже на их условиях. Во время заключения договора на завалу вновь совершается покушение. Командора спасает Ворон и Каятель. Завала впервые видит лицо Ворона, узнает в нем Ульдрана, но принимает его как стража. Это не мой приказ. Приведите того, кто спустил курок. Пусть ответит нам чей. Ты в порядке? Я жив. Последний город и остатки империи Кабал заключают перемирие, а те Кабал, против которых мы сражаемся в дальнейшем, признаны изменниками. На последний город позже совершена атака Вексов. Они погружают его в бесконечную ночь, симуляцию кромешной темноты. Икора подсказывает нам, что помощи в борьбе с этим можно найти у Кела Митрокса, который прежде уже косвенно помогал стражам, а также принимал беглых падших с Европы, которых мы спасали от Эрамис. Мы встречаем Митрокса на Европе. Он помогает нам проникнуть в сеть Вексов, чтобы дестабилизировать ее изнутри, но в итоге система безопасности сети чуть не уничтожает стража. Митрокс вытаскивает нас из ловушки, а последнее, что страж успевает увидеть внутри сети Вексов, гигантскую гидру. Узнав о том, что Митрокс согласился нам помочь, Икора приглашает Кела и его народ за стены последнего города. Заключено соглашение о ненападении с Домом Света. В течение нескольких недель страж и Митрокс работают над извлечением данных из сети Вексов. Из них становится известно, что симуляция Вечной Ночи служит для того, чтобы лишить стражей Света. Не все довольны перемирием. Предводительница фракции культ грядущей войны, Лакшми-2, утверждает, что заглянув в будущее, увидела, как Дом Митрокса уничтожает последний город изнутри. Она убеждена, что если Авангард не уничтожит своих новых друзей, быть беде. В городе из-за этого зреет паника. Люди нападают на Эликсни вопреки пакту о ненападении. Мелкие стычки выливаются в атаку некоторых людей на лагерь Эликсни. Уничтожены запасы падших в районе Бодза. После неприятного диалога между Икорой, Сейнтом Осирисом и Лакшми, последняя признается нашему стражу о том, что сожалеет о случившемся и приказывает возместить ущерб Дому Света, после того, как они помогут разобраться с симуляцией вексов. Икора же настроена более решительно. Она сообщает горожанам, что любые действия против Дома Света будут расценены, как преступления против Авангарда. Нарушителей будут судить. В это время Митракс выясняет, что на самом деле Бесконечная Ночь – дело рук Саватун, поскольку в корневых данных сети вексов обнаружена одержимая Гидра Кьюрия, ответственная, помимо прочего, из-за цикла проклятия города грез. Несмотря на угрозы Икоры и данные ранее обещания, Лакшми продолжает сеять смуту в городе, обвиняя Авангард в том, что они потеряли свою власть и ведут город к гибели. Вместе с тем, из-за того, что результат совместной работы Стража и Митракса приблизил их к Юрии, в городе проявляются очаги одержимых. Ночь выходит из-под контроля. После непродолжительной подготовки, Страж с боем прорывается к Юрии в сети вексов и уничтожает разум. Бесконечная Ночь отступает, но результат работы Митракса не переубедил Лакшми 2. Она впускает в район города, в котором обитают эликсни, вексов, чтобы те перебили падших. Но в итоге погибает сама. А вторжение останавливает Страж, Сейнт, Икора и остальные Стражи. Асирис наблюдает за битвой, но вскоре перестает выходить на связь. Авангард Страж Сейнт-14 разыскивают Варлока, опасаясь, что после того, как он стал смертным, лишившись призрака, он мог попасть в беду. Спустя недели поиска, Варлока удается обнаружить в городе грез. Однако его дезертирство вызвало много вопросов у Авангарда, потому Икора требует привезти Асириса на допрос, в последний город. За ним отправляются Страж, Ворон и Сейнт-14. Оказавшись в городе грез, мы натыкаемся на Асириса, беседующего с королевой Марой, которую мы не видели много лет. Я надеялась, что ты найдешь дорогу. Я заплутал, по правде. Но место знакомое. Я вас знаю? Асирис? Ты должен вернуться, ответить за содеянное. Авангард проявит снисхождение. Да. Икора, и командор Завала очень щедры. Королева Мара. Посмотрите, как охотно они приняли Ворна в свою стаю. Еще не поздно. Тебя могут простить. Осторожнее. Я это запомню. Нет! 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 Осирис раскрывает правду. Все последние месяцы вместо него в его теле была Саватун. Чтобы прояснить происходящее, королева Мара сообщает, что только что заключила соглашение с Саватун и если она освободит королеву Улья от Червя, то та отдаст городу настоящего Осириса и поможет сразиться с тьмой. Сейнт-14 сообщает о произошедшем авангарду, а в городе разворачивается небольшой штаб корсаров королевы, который помогает нам работать над планом Мары Соф. Для того, чтобы успешно лишить Саватун её Червя, королеве нужно собрать всех своих техноведьм, которые считаются пропавшими ещё со времён битвы против Орикса. С помощью специальных артефактов и технологий пробудившихся, а также под руководством Петры и Мары Соф, Страж спасает техноведьм по очереди, находя их в высшем измерении. Саватун всё это время находится в скованном состоянии, что сохраняет её от голода её Червя, но при этом она может общаться с теми, кто приходит к ней. Во время одной из встреч Стражей и Саватун, она признаётся ему, что вовсе не враг ему, а Осириса она наоборот спасла и потом старалась узнать нас поближе, используя его оболочку. Мара Соф параллельно с этим изучает улей и одержимых и выясняет, что Саватун не управляет одержимыми. Они всё ещё подчиняются своему первому королю. Ворон чувствует смятение, он впервые видит королеву Мару после того, как стал Стражем, он не знаком с ней, но знает, кто она. Он требует ответы, а Мара слепо винит Авангард в том, что Ворон загнан в угол всеобщей ненавистью за своё прошлое. В отчаянии найти ответы, Ворон тайно приходит к Саватун и та дарует ему видение, которое полностью раскрывает ему всё его прошлое. Ворон шокирован и срочно просит Икору дать ему задание как можно дальше от операций Авангарда в городе Грёз, чтобы побыть наедине и не натворить глупостей. Ворона отправляют к императрице Каятль и там он выступает в качестве посредника между Кабал и человечеством. Спустя несколько дней, Страж сообщает королеве, что все семеро техноведьм освобождены. Те готовятся произвести ритуал над Саватун, экзорцизм. Когда ритуал начинается, в город Грёз вторгаются силы Зиву Арат. Это последний шанс для неё захватить Саватун. Стражи помогают отбить башню, в которой королева Мара и её ведьмы проводят ритуал экзорцизма. Им также помогает Сейнт-14. Твоё время на исходе. Я чувствую, что моя сестра идёт за тобой. Твоя родня упряма, если не сказать хуже. Не более упряма, чем твоя. Мой брат страдал много лет в наказании за путь, на который его направила ты. Но справедливость наконец восстановлена. Пусть на этом всё и закончится. Пусть на этом всё и причём снова надо. По сути, это время эракий. Нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Спасибо. Итак, Саватун исполняет свою часть сделки, но исчезает. Асирис снова у нас. На этот раз подтверждено, что это именно настоящий варлок. А королева Мара сообщает, что продолжит работать над тем, чтобы избавить город грез от проклятия. Она уверена, что решение этой проблемы близко. И на этом моменте начинается наше ожидание нового дополнения – Королева-Ведьма. В нем мы лицом к лицу встретимся с Саватун и ее армией Сияющего Улья в ее тронном мире. Кроме того, уже появились намеки на то, что следующий сезон будет связан с Кабал и Каятль. Так что сюжет Дестани сейчас интересен больше, чем когда-либо. Я уверен, что эта история будет захватывающей. Если вам было интересно это видео и вы хотите таких изложений с историей чаще, скажем, по итогам каждого сезона, обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. Сейчас это очень важно. Ну и, конечно, подпишись. Скоро будет вал контента по новому дополнению, и я буду рад помочь во всем разобраться в грядущих роликах. До связи! Субтитры подогнал «Симон»!